сейчас давайте рассмотрим следующий модуль это develop это слово переводится на русский как развивать разрабатывать проявлять организовывать развиваться данном случае это обработка частично мы касались обработки в модуле library там была быстрая обработка а здесь более детальная и подробная обработка чтобы переключиться в этот модуль либо щелкайте на надписи либо жмите горячую клавишу d английская происходит загрузка набора окон характерная для модуля develop слева у нас появились новые закладки и справа соответственно справа у нас появилась закладка пресет которая переводится как заранее устанавливать то есть это шаблоны здесь можно как вы помните сделать черно-белой сепия и так дальше при наведении видите на надпись можно видеть то что будет у вас с вашей фотографии следующая закладка snap shot это слово состоит из двух слов то есть это составное слово сны это хватать снимать и shot переводится как выстрел кадр съемка то есть это слово означает моментальный с ним то есть эта закладка для сохранения состояния изображений на различных этапах обработки следующая закладка history нам уже знакомая эта история здесь можно отменить неправильное действие либо вернуться на какую-то стадию изменения произведенную с фотографией снизу слева у нас идет две кнопочки копии то есть копировать и пост ставить то есть можно быстро скопировать какие-то свойства снимка и применить к другому снимку справа у нас идет окошко гистограммы знакомая по модулю лабора но здесь кроме информации также находится возможность изменять экспозицию то есть просто перемещая вот здесь курсор влево или вправо можно изменить экспозицию чтобы вернуться назад соответственно в истории щелкаем на закладочки импорт если открыть похожий снимок с переэкспозиции то здесь нам красным как вы видите показано переэкспонированные места то есть засвеченные чтобы устранить можно поменять видите экспозицию влево и убрать эти красные пятна отменим это действие вернемся к предыдущему снимку ниже идут различные инструменты мы их рассмотрим чуть чуть попозже дальше идет закладочка базик то есть основные параметры которые можно менять давайте свернем эту закладку сейчас мы вкратце рассматриваем вот эти закладки то есть тезисно потом вернемся назад и заново их рассмотрим уже подробно с примерами рассматривая все функции которые здесь есть следующая закладка тон курс то есть тоновая кривая которая позволяет тонко изменять тоновую кривую следующая закладка у нас идет hsl color gray scale то есть hsl цвет монохром то есть монохром это значит черно-белая данная секция позволяет тонко настраивать компоненты снимок сплит тюнинг то есть это раздельное тонирование она позволяет раздельное изменение оттенка и насыщенности цветов и теней изображения детали то есть детализация она позволяет регулировать подавление шумов и повышение резкости снимка виньетки раньше эта закладка называлась по-другому она называлась линз коррекшен коррекция оптики то есть она служит для исправления аберраций и виньетирование камера calibration то есть калибровка камеры позволяет производить тонкую настройку цветопередачи слева в каждой секции находится переключатель нажатие на который включает либо выключает коррекцию сделанную в данной секции теперь давайте рассмотрим инструмент кадрирование то есть вот этот вот инструмент если вы на него щелкните либо нажмете горячую клавишу р английская либо в меню view выберите команду crop открывается одно и то же окошко где можно изменить параметры изображения то есть обрезать его нгл угол щелкой на инструменте crop можно создать какую-то рамочку за которой можно тягать таким образом и выбрать что нам нужно в этом изображении потом вы жмете enter чтобы применить результат этого инструмента если вы передумали хотите изменить кадрирование которое вы сделали повторно активизирует этот инструмент и видите что у нас было сохранять пропорции если нажать замок и либо сбросить reset значит отменить внесенные изменения давайте еще раз уменьшим ее если нажмем на кнопочку close закрыть соответственно применяется данный инструмент к фотографии тоже давайте отменим внесенные изменения сейчас давайте рассмотрим инструмент ретуши фотографии это римов spots это вот этот инструмент чтобы применить его мы возьмем другую фотографию импортируем наш каталог еще одну фотографию просто текущая фотографии видите здесь сложно редактировать лица мы не видим в этой бабушке возьмем вот эту девушку но видите экспорт не происходит поэтому как вы помните переключаемся в режим library библиотека и перетягиваем в этом режиме щелкаем импорт она у нас появляется здесь несколько проблем которые мы можем исправить это видите родинки и красные глаза здесь засвеченные начнем с родинок переключаемся в режим обработки берем наш инструмент spot римов это как переводится как удаление пятен этот инструмент можно вызвать нажав клавишу h на клавиатуре либо в меню view выбрать команду под римову подбираем диаметр рабочей области кисточки щелкаем на проблемной области и указываем какую область мы хотим сюда поставить как вы видите стрелочкой показано откуда куда и здесь есть два режима режим лечения и режим клонирования то есть у нас стоял режим лечения здесь он больше подходит если переключим режим клонирования то видите происходит не осветление а натуральные перемещения кожи в новое место то есть в данном случае для лица это непригодно поэтому ставим режим режим хелл лечение опасите ползунок позволяет ослабить степень влияния переносимой области 100 процентов это значит полностью непрозрачная здесь чуть-чуть под 95 где-то оставим то же самое проделаем с другими областями если хотите убрать эти кружочки чтобы они вам не мешали можно нажать клавишу h на клавиатуре они прячутся повторное нажатие их активизируют теперь перейдем к следующему инструменту для редактирования глаз red eyes correction щелкаем на него он активизируется здесь все предельно просто у этого инструмента видите есть в диаметр если вы щелкните на красном глазу и потянете можно выставить область редактирования здесь имеет смысл захватить красное пятно и белок глаза где-то вот с таким радиусом если вы отпустите видите происходит коррекция удаляется красный цвет и здесь предлагается два ползунка которая позволяет уточнить степень влияния этого инструмента верхний параметр papel size уточнить размер зрачка то есть здесь можно увеличить отсутствие красного либо вернуть немножко назад красная подберите так что програвиться не изменилось и красный отсутствовал нижний параметр затемнение позволяет усилить эффект и здесь надо подобрать чтоб результат был более натурален и естественен то же самое проделаем и с другим глазом принципе видите средние показатели дают хорошие результаты у этого инструмента попробуйте исправить эти проблемы найдите фотографию с родинками с красными глазами но вообще если вам нужна эта фотография у вас нету для экспериментов снизу этих заданий и ссылочка на фотографии которые я использовал которые можно сейчас применить и потренироваться на них